hello всем привет дорогие друзья и гости канала с вами вновь павел или павлич 71 рус давно меня не было на это были свои причины семья работа но я уже неоднократно говорил что youtube это хобби ну и иногда даже просто не было желания зайти в игру но сегодня мы с вами продолжаем играть ну точнее я продолжаю играть развивать свои здесь виртуальное сельское хозяйство на карте один российский край это карта который когда-то сделал для этой игры ну а вы за этим наблюдать если вам конечно интересно нахожусь я сейчас на территории поставщиков техники поставщиков нам стройматериалов а время как видите вечерние уже седьмой час просто только час вечером выгрузили подготовили документы вот что же нам выгрузили давайте попробую залезть вам показать хрен ты залезешь на этот борт еще высокий сейчас будем пробовать не не получается давайте отсюда что ли попробуем залезть вот смотрите здесь у нас в общем плиты такие вот дорожные зачем они нам нужны потому что мы собираемся все таки начать стройку ну а здесь вот такие вот блоки бетонные как видите пока погружено совсем мало но по весу это в принципе уже много здесь вот они по две тонны это уже 8 тонн практически а в прицепе там еще больше хотя по идее надо было наоборот погрузить сюда в камаз побольше а в прицеп поменьше но вот так погрузили так в общем и оставим так и повезем так давайте я заведу камаз вы можете спросить что же мы будем строить но я вам расскажу настроить мы будем все-таки корма цех сегодня осуществим выгрузку материалов корма цех нам обойдется аж в 400 тысяч евро то есть кому интересно можете перевести в рубли вот в нем будет одна установка корма смесительная ну и просто вот получается само вот это огромное помещение строение которое будет защищать от влаги там будут вытяжки в общем все увидите я вам даже сегодня вечером как доберусь до дома покажу чертежи которые мне прислали на электронную почту с проекторской контора так ну что воздух вроде как накачен может я думаю потихонечку двигать поехали мы с вами до дома даже не до дома мы едем с вами в на территорию нашего животноуческого комплекса так и там сейчас разгружаемся камазу тяжело кстати ввести такой груз там разгружаемся ну и потом тогда уже отправляемся домой принципе уже время вечернее задержались с разгрузочкой так человека пропускаем и едем с вами дальше выезжаю с поселком на данный момент у нас в общем таких средств нет для строительства этого корма цеха растопром сейчас на счету давайте покажу имеется 155000 а я как вам сказал нам нужно 399 там 400000 на все строительство кстати стальной лист со скидкой надо будет это дело обязательно приобрести надо будет заказать и и с утра съездить забрать но с утра мы как с утра там ближе на все-таки к обеду я планирую все-таки выехать уже на наши работы по уборке урожая так что еще хотим показать молочная цистерна у нас наполнена на 120 3908 литров и продав вот это молоко мы уже заработаем с вами 120 не так не стоит она примерно где-то 120 тысяч там потому что вывозим мы 14 литров а денег имеем 13000 там с копейками в принципе вот уже наша подушка и плюс еще у нас много урожая так что деньги на который мы будем строить корма цех у нас в принципе имеются какой красивый закат заработались мы сегодня так особо не спешим а то мы сейчас здесь все направляющие разобьем там на подвеске а также рессоры по выскакивают все-таки машина груженная так вот там яма сейчас такая которая мне не очень нравится оба так объедем а впереди у нас также строительство здесь вот отделение на данной территории но можем сказать заехать я вам просто тоже покажу продемонстрирую сейчас я тут поворот был вот вот здесь вот можно повернуть такой спуск для вооруженного камаза с прицепом опасный а уже в принципе сейчас роса садится и конечно скользко по траве по земле так вот сюда и заезжаю ну давайте где-то здесь вот машина оставим так в общем у нас здесь имеется склад семян удобрению такой большой хороший склад ну и здесь у нас есть сторожка здесь ряд стража охраняют запасы потому что все это денег кстати стоит у нас тут кстати укатился этот тюк надо будет потом привести и забрать массу лужочек есть я который правда давно не использовал а из-за того что сюда далеко добираться вот так как у нас здесь рядом поля допустим второе и третье то именно почему я хочу строить здесь отделение ну как один тут будет стоять небольшое строение такого бытового комплекса где там можно переодеться отдохнуть вот может быть какой-то заборчик будет может заборчика не будет переходим сюда часть техники зачем я это делаю потому что нам нельзя постоянно будет гонять через мост который над железной дорогой тяжелый комбайн нам надо будет тогда какое-то разрешение просить ну в общем это очень все сложно и проще организовать здесь такое отделение возможно надо будет купить еще автобус какой-нибудь для того чтобы вывозить отсюда людей по домам конечно они могут и на своей машине на своих машинах добираться так выезжаем но это тогда надо будет может быть оплачивать бензин хотя это я какой-то такой руководитель на неправильное все бы просто послали и сказали ваше дело хотите работать будете ездить добираться пешком ходить это я тут переживаю сижу за людей автобус надо купить людям бензин компенсировать так урожай уже наши со спели созрели так что следующим днем уже будем начинать уборочную там комбайны в принципе практически подготовленные что-то они завтра еще наверное сделают запустят все проверят так вот здесь проедем грунтовочкой едем в общем на животноводческий комплекс подъезжаем ребят у нас тут видите идет работа по наполнению силосной ямы для последующего прессования консервирования такая закадровая работа потому что но это все однотипно вы уже это видели как я наполнял нашу вторую южную силосную яму так молоковод стоит кстати молоковод сейчас время к 7 вечера отправиться тоже возить молоко может мы быть мы даже с вами отвезем пару рейсиков так ну все в общем здесь мы будем строить наш корма цех так давайте команда здесь оставлю пока так глушим его так выходим ну и сейчас отправлюсь я на территорию нашей базы на счет позвоню за мной николай николаевич приедет и уже буду заводить кран привезу сюда кран и будем разоружать плиты но это конечно мало сейчас для строительства но просто от сегодня нам кое-что выгрузили и мы это с вами сейчас тоже здесь разгрузим на территории ну вот и нахожусь я на территории привез меня николай николаевич на лазике завел я уже наш урал кран челябинец и мы на нём сейчас с вами туда отправимся камаз пока остается здесь то есть на стройплощадку не едет потому что тут надо вот еще будет разгрузить из грузовиков к уборочной там вот у нас видите семена биг бэй эти мешки с семенами а также из вот этого камаза надо выгрузить бочки но это все потом так еще я чё думаю у нас там в принципе есть бытовка может там посадить сторожа который будет смотреть застройплощадку то что все-таки рядом лес чтобы никто не зашел на территорию и ничего не украл это так по кирпичиков по кирпичиков можно и дом будет построить вот или я скорее всего поищу какой-нибудь вагончик куплю и этот вагончик мы с вами туда тоже отвезем поставим я думаю что так будет даже ловче так ладно поехали потихоньку воздух уже накаченный пока он застоял тарабанил пока я вам рассказывал воздух он уже подкачал заказал я также на нельзя когда будет поставка помните мы покупали импортный культиватор для к-744 вот заказал точно такой же для нашего второго к-744 на джима счет начинать работать который то мы приобрели но у нас очень разный работал вот и он в общем будет потом работать с этим культиватором после уборочной подъезжаем тогда давайте наверно выставлю сначала кран а потом тогда мы подъедем на камазе хотя в принципе то что можно вот так вот кран поставить и таким образом разгрузить я в принципе достану и эти плиты и те плиты тоже достану вот так вот поставлю площадка в принципе более-менее ровная выставляем с вами опоры ну и давайте приступать потихонечку к разгрузке так выставляем сам стрелу так строповщиками не хватает сейчас так строить именно корма цех будем своими силами то есть не будем нанимать никаких строителей там какие-то проектные организации вот ну то есть у нас есть проект на организация которая составил проект и мы поэтому проект уже будем строить так 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 давайте мы крюк опустим чуть-чуть а то его не вижу где он там есть вот он надо будет также обратиться к александру он нам попрос предоставлял гостей с ближнего зарубежья ну понятное дело они там имеют у нас все тендеры эти на работу в российской федерации все легально просто я ему там оплачу потом часть денег со стройки они нам в принципе часть денег сэкономит цепляем с вами плиты так ведь кстати веса много подымаем тяжело прицеп утащила да кстати прицепом этим чуть поработать чтобы вот у него передняя ось не утаскивал так кран немножко качается так что мы тут имеем по 2 200 так это уже 4 400 так 6 8 ну 13 тонн ребят так давайте вот так вот повернул и поставлю где-нибудь наверное вот с этой стороны вот так вот принципе 13 тонн с таким углом без вылета стрелы кран подымает без проблем он у нас 25 тонн вот у нас прям можно сказать прям какая-то уже даже стройка года получается для нашего предприятия так ну что давайте наверно здесь вот положу в принципе зачем туда запоры заводить я прямо здесь вот туда сейчас положу аккуратненько аккуратно отпускаем блоки на этот у нас будет часть фундамента так что мы тут имеем нормально можно опускать тихо все можно отцеплять так и осталось там еще также два блока сейчас мы их также прицепим принципе так цеплять можно вот и достанем ну вот сейчас вылет стрелы получается уже достаточно большой но там вес то небольшой поэтому даже с таким углом кран подымает с легкостью этот груз так сейчас мы здесь положим так давайте ну так все-таки стрелу по дому так теперь надо повернуть вот и вот здесь мы также сейчас это эти блоки положим так наверное вот так я подумал я неправильно делаю что я кручу крюком наверху это получается для реализма как-то глупо да как это так надо крутить груз поворачивать крюком именно уже в нижней точке ближе к земле как будто допустим люди его крутят поворачивают так будет логичнее и правильнее так ну давайте вот сюда сейчас вот так вот прям рядышком положим далеко ушел вот здесь вот мы сейчас с вами положим так опускаем отцепляем ну и оставляем здесь так сейчас кран сложу кран мы оставим здесь а камаз у нас уйдет наверное на базу но вот так он уйдет на базу после того как мы отвезем с вами рейсик молока так ну вот кран сложили давайте его тогда поставлю с той стороны пока возле небольшой бытовки а после тогда уже сюда какой-нибудь вагончик привезем обязательно ну вот здесь его поставлен тут в принципе мешаться никому не будет так все здесь я уставлю в ушу все пусть стоит давайте мы сюда еще сейчас перегоним камаз наш и тогда отвезем рейсик молока даже два после чего отправимся домой и я вам покажу проект нашей будущей именно вот этой корма цеха так скажем или станции но правильнее называть корма цех так все этот рушим вот этот камаз мы заводим с вами сейчас он воздух покачает и можно будет ехать ну вот воздух накачали загрузились мы отправляемся с вами в путь на молокозавод так документы все взял ну а сергей сергеевич водитель камаза в общем сейчас тоже подойдет и после нас сменит просто я взял ключи взял документы чтобы вам продемонстрировать поездку а так конечно у нас за перевозку молока отвечает водитель который зарабатывает неплохие деньги выехали на асфальт здесь конечно же можно побыстрее немножко ехать а к молоковозу кстати также заказом прицеп не знаю когда будет организована поставка ну вы об этом конечно же все узнаете в свое время так поворачиваем и едем с вами на молокозавод так чего не попробуем давайте попробуем мы же на вездеходе нам эти колдобины и бураки не очень страшны но хотя все равно разобьет подвеску все подъезжаем люди кстати часто спрашивают почему у них там молоко не разгружается они не знают где его разгрузить ну давайте опять же в этой серии вам продемонстрирую да вот разгрузка осуществляется вот здесь вот тут даже написано пункт приема сырого молока вот давайте я включу худ и покажу что здесь вот у меня появляется видите ку разгрузить если у вас не появляется разгрузить то это проблема именно вашего молоковоза то есть вот у меня есть допустим в паке не в паке а просто в моих модах еще молоковоза которые здесь спокойно разгружаются ну все отправляемся с вами опять же сделаем еще рейсик сейчас я вам покажу также где молоко наполняется тем кто может быть новенький и до сих пор не въехал и не понял поехали так выезжаем кстати у нас тут есть магнитола какая-то провод же в принципе не знаю дорогая недорогая можно кстати музычку шуль включить там вроде какая-то флешка стоит так Продолжение следует... 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 все в уши пусть он стоит закрываем его ничего ему в принципе здесь не будет так машина тут стоит в гараже сюда его тоже нет смысла загонять на территорию именно дома там кстати стоит он небольшая сейвка не знаю показывал вам не показывал вот такая вот была куплена на совсем копейки стоит для нашего хозяйства и она была куплена чтобы здесь вот работать по дому то есть статью списания средства на нее мы нашли все у нас официально легально это не использование там денежных средств в своих интересах заходим домой так мы сейчас включу компьютер и покажу вам чертежи нашего будущего корма цеха так ну вот ребят чертеж наш был нашего будущего корма цеха это бит получается с боку наверное вот получается заезды такой вот у нас тут будет строение высокая тут большие ворота по моему 4 метра на 6 наверное то есть там мало ли если зайти на какой-то большой машине с высоким кузовом ну и в посередине стоит именно кормосместительное оборудование или такой маленький вот заводик их называют так этот вид сверху то есть видите оборудование стоит по центру в принципе здесь есть место для возможного расширения можно еще допустим сюда поставить закупить в будущем кормосместительное оборудование но пока вот у нас будет так но тут вида что четыре комнаты внутри тут в общем две комнаты это у нас ну одна допустим для персонала управления другая для обслуживающего персонала ну а две комнаты это у санузел и получается трансформаторная ну и вот еще вот такой вид есть чертежи и в проектах нам прислали тоже можете посмотреть как это будет размещено но как видите здесь вот у нас находятся вытяжки то есть вот я вам показываю с одной стороны с другой стороны потому что все таки эти при смешивании кормов там все таки пыль какая-то образуется все это дело в общем вытягивается вот в общем сегодня на этом все надеюсь вам понравилась серия смотрите другие видео на моем канале постараюсь теперь настолько долго не пропадать по видео всем удачи всем пока ну и до новых встреч